Что значит быть немцем в России в 2024 году? Это проблема. И фашистами называли, а потом, когда мы приехали в Германию, мы сразу же стали русскими. И здесь неправ, и там неправ, ты везде неправ. Я же не могу говорить, что я пострадал от дискриминации. Я белый мужчина. Ты серийный иммигрант. Это сумасшедший тренд, который в мире происходит. Иммигранты в четыре раза чаще становятся основателями великих компаний. Тебя так там ждут, ты себе даже не представляешь, как тебя ждут везде. У тебя есть какая-то песня? Да. Моя первая песня называется «Боль». Боль. Духа смеется. Боль. Я как партимейкер. Ну нельзя это было предсказать слушать. Или можно было? Нельзя. Что озон так вырасти. Нельзя. Если бы кто-то мне сказал, что это случится, я бы посчитал его сумасшедшим. Еще 50 лет. Так вот тогда у нас будет крутое интервью. Привет, друзья. Это не фарбсы. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Сегодня, спустя три года после выхода предыдущего интервью, мы снова встретимся с серийным предпринимателем Оскаром Тартуном. Казалось бы, мы виделись совсем недавно. Но за это время в российском бизнесе изменилось слишком многое. Если не сказать практически все. Хартман – один из самых медийных предпринимателей в русскоязычном интернете. Оскар родился в семье русских немцев в Казахстане. В семь лет переехал с родителями в Германию. Первым его бизнесом был интернет-магазин спортивного питания. В 2008 году основал онлайн-шоппинг-клуб купи-вип.ру, в котором можно было приобрести одежду мировых брендов со скидками. Мои выгодные находки – это твои выгодные покупки. Эта компания и сделала Оскара заметным игроком в российском бизнесе. Был одним из инвесторов Озона, но вышел из компании до начала невероятного бума маркетплейса в России. В прошлом интервью для Forbes он признался, что это было одно из самых крупных ошибок в его карьере. Самые решительные изменения мы делаем, когда мы касаемся дна и делаем разворот вверх. Однако в биографии Оскара и удачных инвестиций хватает. Многие из компаний, в которые вкладывал деньги Хартман, сейчас стоят больше миллиарда долларов. Сегодня Оскар является успешным инвестором, и мы поговорим с ним о том, как сейчас ему работается в России и за ее пределами. Где искать бизнес-тренды, что произошло с бизнесом после пандемии и начала СВО. Как Хартман пережил 2022 год, чем его лечили арабские врачи и что общего у людей и пингвинов. Не парцы. Здравствуй, Оскар. Привет. Спасибо большое тебе, что пришел. С огромным удовольствием. В наши дни довольно сложно вообще кого-то уговорить прийти на интервью. Последний раз мы встречались с тобой три года назад. Да. На нашем канале есть видео, оно посвящено фейлам. Сейчас мы поговорим больше про актуальные. И три года назад мы говорили о том, что вот, прошла черная полоса, наконец-то мы выруливаем. Но за эти три года как будто поменялось, ну если не все, то практически все. Как твоя жизнь? Горизонт планирования даже у немца стал намного-намного короче. Теперь работаем с тем, что есть. Танец с рынком. Действительно, особенно рынки, в которых я работаю, венчурные рынки. Там была большая коррекция после 20... 21 год, как ни странно, оказался супер-супер успешным. Никто это не предсказал, что с точки зрения капитализации бизнесов в мире, 21 год будет самый успешный в истории человечества год. Это было не беспрецедентное создание новых денег, низкие ставки, естественно, сумасшедшие оценки. Был пузырь во всем, и в недвижимости, и в... Первый раз, кстати, в истории был пузырь вообще почти во всех asset-классах, и искусство, и... Ну вообще просто там. И, конечно, это был хороший год, а потом пошла такая же мощная коррекция. С тех пор вот мои рынки, финтех, электронная коммерция, property tech, это инновации в недвижимости. Все эти рынки, там, коррекция очень мощная. Ты провел, не знаю, какое-то время просто в грусти, дав себе время на, не знаю, скорбь, печаль, принятие этих тяжелых там новостей и вот этого всего? Да, сто процентов. Я просто был не работоспособный. Сколько длилось тебя? У меня, я вот подходил как раз к 40 лет, у меня в мае 22-го исполнилось 40, поэтому у меня было вот это, с одной стороны, у меня бешеное стремление к 40, ну у меня был же все равно таргет, да, с цели к 40 лет и так далее. И с другой стороны, вот, поэтому у меня это длилось примерно 6 недель. Я думаю, вот в середине апреля 22-го я уже был опять как бы в форме. Но я не мог спать, у меня самая основная проблема, у меня была бессонница, сумасшедшая бессонница. Я пошел, кстати, смешная история, в Дубай сразу прописывают, там вот врачи, дусы, у них, они всегда прописывают самое сильное лекарство, сразу. У них вот нет такого, как у немцев, постепенно там пробовать. Пошел к врачу, он говорит, не можешь спать, на таблеточку, я его потом начал принимать, начал спать. И ночью, и днем, и вообще постоянно. А потом, оказывается, эта таблетка вызывает там жуткую зависимость. Но, естественно, я быстро с него слез. Я уже первые свои инвестиции сделал в середине апреля. Потом у меня была чудо-сделка в мае 22-го, когда мы продали NinjaCard свою долю Walmart, который по очень высокой оценке. Уже кризис случился, но, видимо, до Walmart не дошло. Они подтвердили нам сделку в декабре 21-го. Весь мир изменился. У них были все основания не подписывать финальные документы. Но Walmart, такая компания, сказали, сделали. Все изменилось. Они просто подписали и сделали полный экзекюшн. Поэтому у меня такое чудо-чудо сделка была в мае 22-го. И это позволило там достаточно быстро аккумулировать новый портфель. Мы делали интервью с Игорем Рыбаковым, и у него куча европейских контрактов просто встали на стоп. До свидания и все такое. Ну да. Я, в принципе, с этим согласен. В Америке проще, чем... Европа самая сейчас сложная география с точки зрения вот этих вопросов. Не форцы. У бизнесменов есть любимая поговорка. В бизнесе танго и жизни главная партнер. Многие предприниматели, в том числе и списка богатейших людей России, признавались, что в одиночку не смогли бы добиться и половины того успеха, которого они достигли с верной командой и надежным напарником. Таким незаменимым помощником на старте и верным партнером в развитии бизнеса станет для вас Мегамаркет. Он с легкостью заменит вам целую команду и легко пойдет с вами по жизни в ритме танца. При подключении к Мегамаркету до 31 марта комиссия за продажи для новых продавцов составит всего 1% в течение 3 месяцев. А новым селлером в категориях Fashion, Beauty и Home Marketplace приготовил эксклюзивные предложения. Вам будет начислено 50 тысяч бонусных рублей. Это прекрасная инвестиция в развитие бизнеса на платформе, а также будет активирована от 40% повышенного кэшбэка. Так как новичкам всегда везет, а на Мегамаркете особенно, то всем новым продавцам, независимо от категории, платформа начислит 15 тысяч бонусных рублей и от 15% повышенного кэшбэка на товары. Прекрасная инвестиция в ваш бизнес. Впервые на Маркетплейсе не беда. А сориентироваться на Мегамаркете вам поможет персональный менеджер. Сразу после регистрации и размещения на витрине ваш товар доступен сотням миллионов потенциальных покупателей. Представьте себе свои перспективы. Более 106 миллионов розничных клиентов Сбербанка. Более 77 миллионов участников программы Сберспасибо. Свыше 10 миллионов подписчиков Сберпрайм и Сберпрайм Плюс. А еще все те, кто ежедневно заходит на Мегамаркет за качественным продуктом и отличным цифровым сервисом. Спешите узнать подробности об уникальных возможностях платформы для вашего бизнеса через QR-код на экране или по ссылке в описании к этому видео. Подключайтесь как продавец и растите вместе с Мегамаркетом. Не форцы. Твоя судьба, она просто проходит сквозь бывший СССР, Казахстан, Германию, Россию. И я не представляю, что за коктейль у тебя внутри сейчас творится. Что значит быть немцем в России, русским немцем в 2024 году? Как тебе живется? Это проблема. Это стало проблемой? У российских немцев, это немцы, которые прожили в России очень долгое время, с 18 века. У них всегда были вот эти, ты кто? Такой или сякой, ты черный или белый, то, третье. И у них было много людей, которые просидели после Второй мировой войны и в Германии в тюрьме, и потом в Советском Союзе. Это было, ты был всегда неправ. И здесь неправ, и там неправ, ты везде неправ. Что бы ты ни делал, ты всегда наказываешь. Ну, поэтому в истории нашей семьи это тоже есть. Вот для нас вот эти вопросы национальной дискриминации, для меня, они очень чувствительные. Они прям внутри моего, вот, души моей, они прям дергают какую-то вот огромную рану. Мы все такие перемешанные, да, как бы, по сути, весь Советский Союз же постоянно двигал людей. А у меня друг недавно, который считает себя вот 100% русским, сделал генетический анализ, который показал 95% украинские регионы, из которых его семья произошла. Поэтому это у всех, поэтому этот вопрос, он такой щепетильный, да, как бы, и здесь мне остается только фокусироваться на свой мир. Я делаю то, что я считаю всегда правильным, это действие минимального сожаления. Выучи математику, я не знаю ни одного человека, который сказал, самое худшее, что я сделал в жизни, это я выучил там математику, да, или я занялся спортом. Больше время играл с детьми, или я создавал новую ценность. Если ты создаешь новое, если ты только этим занят, вряд ли ты скажешь, вот, вот, об этом я вот реально жалею. Ты говорил, вспоминая детство, что тебя там дразнили по-разному, драк много было. Ну, конечно, в Казахстане, да, ну, да, в Казахстане нас, ну, и фашистами называли, и немцами мы. А потом, когда мы приехали в Германию, мы сразу же стали русскими, ну, естественно, да, потому что никто там не сказал, о, немцы вернулись из Казахстана. Когда мы приехали, и, ну, естественно, мы были тоже чуть-чуть другие. Я точно не пострадал от дискриминации. Я никогда не скажу, что мы там были жертвой, или там, у нас вообще не было никогда такого. Ни разу я не помню, чтобы дедушки, бабушки, что кто-либо говорил, все были благодарны. Благодарны Казахстану. Никто никогда не одевал вот это, о, нас сюда переселили. Представляешь, да, людей против их воли переселили. И они ни разу не говорили, что вот мы здесь оказались, там что-то. Радость была, только вот благодарность и радость. То же самое в Германии. Я же не могу говорить, что я пострадал от дискриминации. Это же будет парадокс, да. Я белый мужчина, да, как бы у меня, я по всем параметрам. Мне всегда было легко учиться, я, ну, как бы, быстро, у меня была некая одаренность, да, в чем-то. Мне легко получалось, много вещей, и поэтому я получал стипендиальные программы. Мне помогали, да, я в Америке получал стипендиальные программы, в Германии, в России получал стипендиальную программу. Ну, были какие-то ситуации, которые были плохие? Да, были, были. Ну, естественно, меня, например, на второй год оставили, мы когда в Германию переехали. Естественно, ну как, мы заново в новый язык. Оценки были хуже у всех русских немцев, чем у немцев. Очевидно, да, потому что немецкие школы в Советском Союзе запретили, все учились по российской системе, по советской системе. Учителя некоторые видели в этих иммигрантах талант, они говорят, да, язык ты еще не знаешь, я не буду считать там ошибки и так далее, но я вижу, что ты талантливый. И отправляли их в гимназии. Это Германия после четвертого класса делит детей. А меня, например, отправили, якобы направили в Хауптс, это плохая школа, где там ты должен стать работником. И учительница, она, очевидно, не любила просто иммигрантов. Ну просто она не переносила, она всех отправила, вот всех отправила в Хауптс. И, естественно, ну, это была дискриминация стопроцентная. Ну и мне пришлось второй год повторить, четвертый класс я делал два раза, чтобы потом получить рекомендацию в нормальную школу. Дискриминация по национальному признаку это самое ужасное, что есть в мире? Нет? Нет, вряд ли, я думаю, что. Наверное, самое ужасное это последствия этого, если начинается там убийство, когда людей перестают считать людьми. Когда говорят, что вот с этим признаком это не люди. Может быть, это самое. Такое мышление приводило к самым большим преступлениям в истории человечества. Ну вот такие вещи, которые невозможно объяснить. Это всегда было следствие вот такого мышления черно-белый, плохой, хороший. Не человек, человек, не человек. Почему люди так ведут себя? Это проще просто поделить на черное и белое? Ну да, это такие... Это есть в природе человека. В природе человека есть инстинкты, хирургический инстинкт. Легко было в России в первые годы? Не, ну смотрите, я переехал после университета. После университета и это было... Ну конечно, ты одновременно, все, вся моя семья в Германии. Все. Все друзья, все... Представляешь себе, я еще стал успешным инвестором в Германии, потому что я сохранил вот эти, ну как бы, вот эти сообщества, да, которые у меня... Но... Смотри, человеческая природа, для нее это очень большой удар. Это очень большая проблема. Эта проблема заставляет твой мозг меняться. Я русский язык заново вспоминал, да, как бы, я долго не писал, я только, по-моему, 6-7 лет назад начал по-русски писать. И вот постепенно, постепенно, постепенно твой мозг адаптируется, и это имеет огромный эффект омоложения. Вот если у тебя нет вот этого стресса и вот этой потребности адаптации к новому месту, ты, конечно, уже в стагнацию попадаешь. Но вот это, конечно, сумасшедшее развитие. Еще целый новый язык в свой мозг загрузить, вот это со всеми его там миллиард оттенков. Я вообще постоянно же учусь, новые слова, новые фразологии, новые фразы, новые что-то. Это... ну и все остальное. Но, тем не менее, конечно, жить далеко от своих родителей, жить далеко от своих братьев, сестр, это, правда, это большая проблема. Есть очень классная книга, которая как раз взяла 6 тысяч историй, 6 тысяч лет истории. И за 6 тысяч лет человеческой цивилизации мы только 200 лет из 6 тысяч, когда кто-то из топ-5 государств не были в зарубе. Соответственно, ну как бы 5 тысяч 800 лет всегда кто-то был в гигантской войне, зарубе, борьбе. Где раньше зарубы были похуже, там, образно говоря, в течение там тысячи-тысячи лет. Сначала каждый второй мужчина погибал не своей смертью, потом каждый третий, потом каждый четвертый, каждый десятый. У нас все равно снижение. Сейчас, если ты посмотришь, какой процент мужчин умирает от меча, образно говоря, это, конечно, микроскопически, микроскопически. Сейчас больше идут информационные войны, другие способы, другие средства. Смысл в чем? 6 тысяч лет так происходит. Только 200 лет было исключение. Кстати, мы с тобой прожили большой период своей жизни как раз в мирное время. Надо сказать спасибо. Мы с тобой имели возможность порадоваться какое-то время. Так всегда было, это человеческая природа, и то, что газа сейчас происходит. Есть конфликты неразрешаемые. Просто они как бы, нету зоны пересечения, ну, взглядов. Негде сделать сделку. Слишком далеко позиция друг друга. Несовместимые позиции. Я вот занимаюсь своей игрой, а на эту большую игру я смотрю только с сумасшедшим удивлением. Вот одна из историй, которая меня очень сильно тронула, история с Рубеном Барданьяном. Человек, который вот в предпринимательской игре все сделал, да? Но он решил поиграть в крикет. Ну, как бы. В политику пойти. Да, пожертвовал собой, своим счастьем, всем. Я его спросил, почему он это сделал. Он сказал, я не могу это не сделать. Это просто вот. Для справки скажу для наших зрителей, что Рубен Барданьян прямо сейчас находится в тюрьме в Азербайджане, потому что он отстаивал права Нагорного Карабаха в Армении. Он оказался в заключении. А как тебе история с Саязом? У тебя был замечательный подкаст с Саязом двухчасовой. Вы там разбирали разные ситуации, очень весело, энергично. Мне кажется, вообще одно из лучших твоих выступлений за последнее время. Что с ним произошло? Вот почему так? Ты понимаешь или нет? Я несколько раз говорил с Саязом по поводу того, как я вижу, он должен изменить свою деятельность, чтобы она была позитивная для мира. Потому что когда ты делаешь какую-то деятельность, ты должен думать, это положительно влияет на мир или отрицательно влияет на мир. Особенно в образовании, где длинные эффекты, ты всегда должен подвергать себя научному взгляду, то, что ты делаешь, это работает или не работает. Самая большая ошибка – это отсутствие отбора. Когда нет отбора, когда всем говорится, что все могут стать всеми, а это конфликт интересов. У каждого университета есть конфликт интересов. Не хочется делать отбор, потому что есть люди, которые готовы платить, почему бы не принять деньги? Университеты делают отбор все равно, потому что надо под каждую деятельность все равно отбирать определенных людей. Предпринимателем, например, не может стать каждый. Если у тебя очень низкая толерантность к рискам, если у тебя определенные вещи, которые можно даже тестировать, тебе будет очень трудно в предпринимательстве. Отсутствие отбора – это первое. Второй конфликт интересов – чисто в нерегуляционном поле, когда ты не регулируешь ничего, возникает соблазн завышать обещания. Просто ты ставишь баннер – учись 6 месяцев, получи зарплату 100 тысяч. Потом делаешь другой баннер, говоришь – учи 3 месяца, получи зарплату 300 тысяч. Где больше кликов будет? Потом говоришь – давай без предварительной подготовки, без отбора, без предварительных дипломов, без всего 4 недели – зарплата миллион. Гарантированно. Где у тебя будет больше кликов? Соответственно, и они попадались на это. Это работает, потому что спрос есть. Вот Аязов брали, завтра будет 10 новых Аязов. Потому что пока есть спрос, его всегда будут удовлетворять. Всегда. Ну, ему до 10 лет тюрьмы грозит? Жестковато. Да, жестко, конечно. Я не говорю, я просто говорю то, что я ему говорил в наших разговорах. Я говорил, что самые топовые университеты, самые топовые образовательные системы, они делают очень сильный отбор, очень много времени этому выделяют. И они не дают никаких обещаний, которые особенно… Ложь. Вот эта идея, что стань wild belly seller, ты будешь миллион рублей зарабатывать в месяц, через 6 месяцев – это ложь. Вот эта проблема, вот этого некачественного онлайн-образования, она по приоритету проблем – это приоритет 20. Да, потому что у нас есть большие нерешенные проблемы. Да, сколько у нас детей растет без детей, без отцов, без родителей. У нас ложные лекарства. Да, у нас есть куча БАДов, которые научно доказано не работают, которые продаются. Это по размеру рынков намного больше. Намного больше. У нас, если взять все серые и черные рынки, которые существуют, онлайн-образование – это такая микро-вещь. Это пару миллиард долларов. Это малюсенькая мелочь. Смотри, на государственных каналах, на топ-каналах показывают экстрасенсов. Вот рынок астрологии больше, чем весь рынок онлайн-образования. У нас много проблем, разных проблем. Много с чем можно бороться, много есть плохих вещей. Онлайн-образование и то, что делал АЯС – это очень низкий приоритет с точки зрения… Если ты посмотришь на мировую систему, у нас огромные проблемы по сравнению с этим. Вообще удивляюсь, кто вообще это покупает? Ну кто? Я не знаю, уже друзья тебе скажут, ты что, дурак? Зачем ты понимаешь? Уже социального одобрения нет, уже все как бы сделано. Но почему эта проблема выносится и обсуждается много? Потому что она медийная. Есть очень много проблем, которых мы не видим. В Америке, да, вот эта культура рэпа, они видят вот этих рэпоров, которые гангстеры, и вся молодежь… Джоизи доллары, миллиарды. Да, да. И все хотят стать рэпором, а у тебя там 90% дохода всей индустрии распределяется там на топ-001%. Она неравномерно распределена. Таким образом, ты показываешь огромной толпе людей, маленькую очень… То же самое в ютубе. Знаешь, сколько сейчас этих ютуб-каналов, креаторов, да, их просто десятки миллионов. Ну, просто надо стараться стремиться к правде. Насколько это возможно? Не обещая людям простой путь, если его нет, да. Ну, как бы, да, понятно, что не надо обязательно быть таким консервативным, как МФТИ. Но другой край тоже не надо идти. Надо находить какой-то баланс. Ну, по-твоему, он смотивировал многих людей заняться бизнесом? Это закон больших чисел. Там проучилось такое количество людей, мы говорим про сотни тысяч. Да, да. Количество переходит в качество. Я уверен, уверен, что из этих учеников будет создано несколько единорогов. Абсолютно уверен. Просто за счет огромного охвата. Потом ты берешь самых успешных, показываешь их, ставишь их на сцену, показываешь следующим, вот с вами будет это. И скрываешь 90% людей, которые взяли деньги в кредит, чтобы у тебя учиться, которые потом банкротятся. С одной стороны, ты не можешь людей отправлять в предпринимательство, ты ничего не можешь сделать, чтобы была гарантия успеха. Ничего. У меня всего лишь 50 или 100 миллионов просмотров моих видео. И мне подходит, я чуть не каждый день получаю несколько писем благодарности. Люди мне пишут. Оскар. Вот такое письмо. Все хорошее, что есть в моей жизни, благодаря твоим видео. Вот фотографии фитнеса, который я открыл в своем городе. И мой мозг может думать, то, что я делаю, это 100%. Вот я получаю фидбэк, да? Если я, ну, представляешь себе, из миллионов людей 500-600 писем благодарности в год, это не показатель. Ты уменьшишь проценты даже. Да. Ты должен все равно под сомнение ставить то, что ты делаешь. Все равно. Даже если ты получаешь позитивный фидбэк. Ты один из самых жизнеутверждающих таких предпринимателей, открытых в русскоязычном ютубе, в русскоязычном поле. Как ты воспринимаешь все, что происходит вокруг? Ты называл новости, информационное поле продавцами страхов. Да. Вот скажи, ты, значит, на 50% там венчири упал, а продавцы страхов успешнее стали продавать страхи? Очень успешно, да. Сейчас это прям, ну, как обычно, ничего не поменялось. Да. Я думаю, что подаваясь вот этому информационному шуму, да, или получая информацию от СМИ, то, что происходит, макроэкономика и так далее, никак не помогает человеку делать грамотные решения по поводу инвестиций. Вот просто либо отрицательно, либо нейтрально, но точно не положительно. Нужно однозначно иметь другие информационные, источники. Во-первых, нужно самому делать исследования, разговаривать с людьми и самое главное, нужно быть интервьюированы в правильные сообщества, потому что внутри этих сообществах абсолютно другой информационный фон, люди друг другу рассказывают реальность, то, что в реальности происходит, потому что искажение в социальных медиа, в СМИ, оно очень-очень мощное. Надо сохранить рациональное мышление. У меня самое большое количество инвестиций вообще в своей жизни я сделал за последние два года, потому что в 21-м году было трудно делать инвестиции, потому что оценки очень высокие. Ребята собрались, выходные сделали презентацию и компания уже стоит 50 миллионов долларов. Сейчас такое происходит в искусственном интеллекте. они там что-то там намастерили за выходные и уже типа оценка за 100 миллионов. Это, конечно, нельзя. Нельзя такие действия делать, это будет точно неуспешно. А вот когда коррекция произошла, я увидел, что можно войти в очень успешные компании. Я сделал себе цель зайти в те компании, в которых я хотел быть на поздней стадии и на ранней стадии тоже быть очень активным. То, чем я занимался, это тоже, знаешь, у меня была тревога. А что делать с тревогой? Куда ее деть? У меня есть только одно решение в жизни. В герпи отжиматься? В герпи тоже помогает. Нет, действия, действия в активность. Я начал много встречаться с предпринимателями, много общаться, потому что я не мог доверять информации из общего поля, да, как бы я практически от него отключился и вся информация происходит вот утром созвон, вечером созвон с командами, как люди быстро обменивались, кто что нашел, как, что, где работают, так, да, просто бум клубов, да, эти клубы просто везде, в Дубае, везде, где там клубы, 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 и люди объединяются и помогают друг другу. И вот это то, что я как бы начал. Я начал много встречаться с предпринимателями, естественно, начал находить инвестиционные возможности, и по сути, я построил новый портфель, с которым теперь надо вот дождаться до следующей волны, ну, вот к следующей, как бы цикл, что у нас все циклично. Сейчас цикл внизу, да, я говорю про свои рынки. У меня вот та волна, которая сейчас пришла, AI, у меня только одна компания, которая была уже AI до того, как это стало популярным, потому что, естественно, сейчас волна, она подхватила тех, кто AI уже занимался в 2005, в 2012, в 2000, те, кто начали в конце 2021, 22, даже, а те, кто начались, ну, они все, слишком они опоздали, да, как бы, соответственно, волна подхватывает тех, кто уже в движении, до того, как это, да, я вот помню, когда мы sharing economy занимались, это совместное владение, совместное использование, пик запроса sharing economy был в 2016 году, а самые крупные компании Airbnb и Uber были созданы в 2008, 2009, получается, они созданы там за 6-7 лет до того, когда тренд становится очевидным, то же самое сейчас происходит в искусственном интеллекте, те компании, которые сейчас, да, как бы, вот у меня один из друзей, он прям процветает сейчас, но он занимался искусственным интеллектом, машин лернингом 20 лет, а тут вдруг все, что он когда-либо делал, ну, просто теперь, ты не можешь вот реагировать вот в моменте, ты, вот, бизнес, это долгосрочная игра, я сейчас сформировал портфель для следующего цикла, может быть, даже еще через цикл, да, соответственно, надо заранее себя позиционировать и быть очень терпеливым, я заставляю себя быть терпеливым, я заставляю, заставляю себя действовать, все равно, несмотря на неопределенность, несмотря на абсолютно неизвестность, да, шаг за шагом, ты идешь вперед, таким образом, я себя успокаиваю. Ты думал за эти там, три года об этике, об этичности зарабатывать на чем-то, потому что сейчас столько ниш, столько разных возможностей, которые, в принципе, высокодоходные, но не кажется, что очень этичные. Например? Ну, не знаю, можно вписаться в какие-нибудь там стрелятельные контракты военные, еще во что-то, в какой-нибудь скам вписаться, я не знаю, те же какие-то там курсы монетизировать твою медийность, как-то вот прям грязно. Ты задумался об этом? Что тут можно быстро много заработать, например? Ну, слава Богу, мне повезло, да, я достаточно рано эту проблему уже решил, и я могу, ну, я могу себе позволить действовать в соответствии с моими ценностями. Если мне живот говорит нет, я не пойду против этого. Но я тебе скажу, что это не, это, это сложный вопрос. Вот я тебе конкретный пример. Недавно мне показывают компанию в Германии, клиники долголетия, но они продают ботекс, филеры, они делают долголетие, да, здоровый образ жизни, анализы крови, брокколи, но в том числе они делают пластику. Да. Это супер бизнес-модель. Люди становятся зависимыми, они все, они, если они сделали, все, они ходят вечно, они не могут остановиться, потому что, если они останавливаются, они пугаются так, что, получается, у тебя клиенты навсегда, это стоит дорого, маржинальность высокая. Как ты бы оценил этот бизнес, он этический, неэтический? Вот я боролся, например, я вот, я говорю, блин, очень хорошая бизнес-модель, низкая стоимость привлечения клиента, они говорят, что если привлекаешь людей на долголетие, конверсия плохая, приглашаешь людей на красоту, все лучше, как бы, все показатели лучше. Я очень долго боролся, в итоге я сказал, я не хочу быть акционером этого бизнеса, но, основатель мне, например, сказал, Оскар, мы делаем людей красивыми, у них появляется уверенность в себе, да, они, вот сейчас эти уколы для похудения придумали, да, Озенпик, да, Озенпик, это же 700 миллиард долларов капитализация для компании из Дании, 75 процентов всего экономического роста Дании за последние пять лет это одна компания. Вот эти инсулиновые голы, антиинсулиновые. Да, ну, да, вот эти там, Озенпик, вся серия. Опять спорят, хорошо, это плохо, люди могут худеть на брокколи и так далее, но компания показывает, что так много людей сейчас похудеет, что это даст невероятный рост уверенности в себе и раскроется невероятное количество человеческого потенциала, который был подавлен излишним, ну, лишним весом. Представляешь себе, да? И вот этот человек в Германии, он говорит, Оскар, ты не прав, потому что мы делаем людей красивыми, они чувствуют себя хорошо, они делают бизнесы, они создают импакт и так далее. Поэтому, видишь, ну, есть вопросы... Умные люди, они чем опасны, тем, что они любую точку зрения могут аргументировать. И у меня еще один друг сказал, мне тоже очень понравился, что любой хороший бизнес, это уже хорошо для мира. Вот хороший бизнес, у которого сотрудники развиваются, бизнес развивается, это уже хорошо для мира. Это как бы мир находится в равновесии, пусть мир... Я, например, никогда не заходил в гемблинг, это никогда. Ставки, да? Да, никогда. Все порн, крипто, я ничего не делаю, все, что связано с вот этими каждый месяц появляется какая-то новая схема, я не делаю, да? А локти вот себе не кусаешь? Сегодня курс биткоина на день записи 69 тысяч долларов. 0. 0, не кусаю никогда локти, мне абсолютно равнодушно. И даже, когда мне люди показывают в Дубае свои кошельки, сколько у них там триллионов, квадриллионов там чего-то, мне абсолютно... Это не то, что меня вдохновляет. Меня вдохновляют люди, которые строят университеты, меня вдохновляют люди, которые посвящают свою жизнь какому-то решению какой-то большой проблемы, да, вот. Это меня вдохновляет. Я, например, я тебе скажу, у меня был кризис среднего возраста, да, примерно 35-37 лет, вот, я тогда вообще мне не хотелось никаким бизнесом заниматься. Маркетплейсы я не хотел, потому что это всякое китайское барахло, которое всякое, ну, ты понимаешь, да, там, 3 долларов, 4 долларов, не круто. Да, весь этот мусор, который по миру передвигается, да, финтех я не хотел, потому что эксплуатирует все слабости человеческой природы, заставляет людей кредиты там увеличивать, да, залезать и так далее. Весь хелфтек, все здравоохранения не хотел, потому что они всегда конфликт интересов с пациентом, они всегда ставят неправильные диагнозы, лечат отстоящие уши и так далее, и так далее, да, и у меня, у меня такое, у меня осталась только благотворительность, просто благотворительность, у меня осталась единственная деятельность, это некоммерческие проекты, и я вот занимался некоммерческими проектами очень долго, да, но некоммерческие проекты, они маленькие, и потом, вот у меня была встреча с Курпатовым, и он, я тогда делал приложение для похудения, еще до появления этих уколов, мы собирали сообщество, когнитивно-поведенческая терапия для похудения, и Курпатов мне сказал, есть более сильные силы, вот то, что ты делаешь, это все классно, но это никак не повлияет на мир, никак, потому что есть индустрия производства продуктов питания, есть индустрия дистрибуции продуктов питания, есть вот весь медиа, все, этот, это инстаграм, тик ток, это настолько сильнее вот этого приложения, это просто, твой, твой эффект на мир, это просто вот, это вот как мой выдох, это ничего, я это запомнил, потому что, вот с этого момента начался мой возврат в бизнес, потому что я понимаю, да, есть более сильные силы, надо строить системы, вот я инвестирую в системы дистрибуции продуктов питания, надо влиять на большие системы, и через бизнес ты имеешь больше влияния, чем через некоммерческие компании, это не значит, что я не делаю некоммерческие компании, я тебе делюсь, просто вот, у меня был, вообще не хотелось никакой бизнес делать, потеря смысла, я хотел только делать, улучшать мир, такая потребность быть хорошим, да, я вот делал, 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 но потом я понял, что я не делаю очень многие вещи. Это вот один разговор тебя так поменял? Нет, это не один разговор, это же, у меня 30 некоммерческих компаний было, которые я поддержал, да, у меня 100, у меня огромный опыт в проектах, огромный просто, и когда ты видишь своими глазами, что есть более сильные силы, вот ты не можешь в некоммерческих, сильных людей не можешь нанимать, какой царь KPI, в бизнесе у тебя царь KPI, чистая прибыль, да, а здесь какое у тебя? Добро, а добро не посчитать, да, вот по Аязу мы говорили, Аяз хорошо влияет на мир или плохо? Фиг его знает, фиг его знает, никто, никто не знает, это вот через 25 лет, может быть, узнаем, посадим историков, они произучат все эти истории жизни и скажут, как бы, о, казалось, мы ошиблись, да, ну, в общем, только уже все посидят, умрут, исчезнут и потом это проанализируют. Ну, к сожалению, да, вот в некоммерческой деятельности очень много держится на вере, надо просто верить, я был просто предприниматель, да, но сейчас, потом пришел в филантропию, сейчас я сдвинул опять посередине, да, соответственно, я пытаюсь хорошие бизнесы создавать, строить, и да, они иногда неоднозначно, не сто процентов хорошие. Ты придерживаешься философии эстетицизма, расскажи немножко про это. Ну да, это просто, когда ты предприниматель, когда ты занимаешься строительством будущего, надо иметь толстую кожу, а толстая кожа, это самая главная власть, которая у нас есть, это на что мы направляем свой фокус внимания, на то, что мы направляем свой фокус внимания, это и есть проживание наше, это и есть опыт нашей жизни, да, и главное правило фокусироваться на том, что под твоим контролем. Вторая мудрость заключается в том, что под твоим контролем оказывается очень-очень мало, очень много, мир очень большой, да, ты очень маленький и действительно есть более сильные силы, есть много сил и вообще нет людей, даже там короли, цари, неважно, у которых все под контролем, да, вот эти все теории Загорова, они как раз ломаются на том, что никто не имеет такой уровень контроля над миром, как говорят вот эти теории Загорова. Ты фокусируешься на том, что можешь контролировать, в первую очередь ты можешь контролировать, как ты реагируешь на факты, которые случаются в твоей жизни. Есть очень много вещей, которые я никогда не смогу поменять немцев. В Германии огромное количество проблем, да, с предпринимательством, например, они вялые стали, мотивации мало, все такие, ну, очень многие сейчас мои друзья, кто инвестициями занимает, они не инвестируют в Германию. Вот люди, которые реально строят большие системы, они понимают, что Европа проигрывает очень сильно. Ну, просто вот в мировой конкуренции Европа находится прям в проигрышной, в проигрышной позиции. Вот конкретно в технологиях, ну, ну, просто, ну, вот настолько отстает, ну, просто невероятно. Вот сейчас опять вот этот весь искусственный интеллект просто мимо Европы прошел опять, все полностью. Ну, это от сытости, наверное. Да, нету вот этого. Когда ты сыт, зачем тебе там что-то? Я недавно был в Узбекистане и был поражен, что в Узбекистане проникновение Ютуба гораздо сильнее, чем в России, ты знаешь? Что там местные ютуберы, они собирают просто там 20-30 миллионов просмотров, их много. И мы ехали по дороге, и машины останавливались и спрашивали, а какой у вас ютуб-канал? Вот у всех. То есть там они все в глубине вот Ютуба, потому что страна долгое время была закрытой. А Германия, ну, долгое время уже развитая, богатая страна, то есть сейчас она в такой некой спокойной фазе, что это не благоприятное поле для бизнеса или нет? Ну, зато чеки высокие. Есть много проблем. Люди могут дорого платить за что-то, или я не прав? Да, конечно, экономика огромная, просто сытая, сытая экономика. Вот просто люди в многих регионах Германии так хорошо живут, что они говорят, нам не нужен больше завод, нам не нужен рост экономики, нам не нужны работи, нам достаточно. It's okay. Этого достаточно. Они голосуют против, по сути, они голосуют против капитализма, против развития, против, они просто вот хотят статус-кво, и таких много. Но, тем не менее, конечно, в Германии родилось 50 единорогов, я, кстати, буду ранним акционером 10% всех немецких единорогов, все равно они рождаются, самый последний это Флинг, это быстрая доставка продуктов питания. Это как Яндекс.Лавка, только в Германии, да, и плюс Сендер, это как Убер для логистики, вот два последних. А сейчас уже можно черпать идеи в России и превосходить в Европу, да? Да, 100%, конечно. Настало такое время? Да, да, вообще. То есть, когда-то ты приехал из Европы сюда и показывал какие-то фишки, то случилось за сколько, за 25 лет случилось наоборот? Да, это действительно сейчас происходит, вот раньше было просто Америка, Европа, оставшийся мир. Вот так двигались идеи. Очень, очень много, вот весь список Форбс глобальный. 95% это люди, которые брали просто идеи и вот так распространяли. Да, как бы, это было очень успешно. А сейчас все начинает вот так. Вот, например, быстрая доставка продуктов питания родилась в Турции. Турецкая компания, Getir, первая, которая это сделала. Потом это распространилось по всему миру. Хотя, казалось бы, в Турции такая сейчас тоже беда с экономикой, там, инфляция жесточайшая. Да, но при этом единороги рождаются. Это мешает, да, вот такой уровень волатильности это мешает. Но всегда будут единороги рождаться. Против всех законов, против, вопрос только сколько, да, 1400 единорогов в мире, из них, там, два из Турции, трендиол, и Getir, это очень мало. Ты говорил про Москву, что это уникальный город, и что несмотря ни на что сюда едут люди, но это было там пару лет назад у тебя в интервью, сейчас это осталось так же? Да, так же. Ты же посмотри статистику, сколько населения Москвы выросло на 500 тысяч человек с начала коронавируса. Все говорили, что сейчас все уедут по деревням, будут доить коров и работать по зуму, этого не произошло. Экономика упадет, все такое. экономика упадет, это вообще там цепочки все упадут, и все это, макроэкономисты реально, их модели, экономики, перестали работать. Ты заметил, все ошиблись? Это самые умные. Они должны это признать, они должны просто сказать, макроэкономисты должны сказать, все наши модели не работают. Блин, если ты каждый раз ошибаешься, но перестань, каждый раз, ну блин, каждый раз они говорят, вот сейчас, вот если мы сделаем это, произойдет рост безработицы. Ну вот март 22 года, ты помнишь? Это просто предсказание, что все там, мы сейчас будем чуть ли там не в каменный век вернемся. а потом в итоге мировая экономика сократилась на 2%, потом сразу же отыграло, там, и, ну и посмотришь график мировой экономики, он вот так просто растет. Кто-то из твоих приятелей, иностранцев, едет в Москву сейчас делать что-то, или нет? Нет, смотри, статистика очень, минус 80%, однозначно, очень сильно сократилось, там, это все официальные данные, по-моему, лучше всех вернулись итальянцы на первом месте, они русской красоты не могут, видимо, выстоять, ну, или они, может быть, боль, но насилие, все прогнозы коронавируса не сработали, соответственно, у нас, во-первых, экономика, во-вторых, вот этот тренд, что люди сказали, что люди будут уезжать из больших городов, работа стала возможна везде, реально, вот никто уже не хочет работать в офисе, везде красивые офисы, все простаивает, да, и люди все равно хотят жить в большом городе, все равно, это, кстати, сумасшедший тренд, сейчас, я вот читал последние длинные прогнозы, что 80% всего населения мира будет жить в мегаполисах, 10 миллион плюс, да, это 80% населения, это представляешь себе, какое изменение, еще 50 лет назад это было там 25%, очень трудно конкурировать с такими экосистемами, там слишком много вещей происходит, поэтому очень трудно и построить город с нуля, это занимает сотни, там, сотни лет. Оскар, ты, наверное, один из самых профессиональных эмигрантов. Серийный эмигрант. Кроме того, что ты серийный предприниматель, ты серийный эмигрант. Вообще, всегда люди уезжают из разных стран в другие за лучшими возможностями, сейчас, там, из-за спецоперации, из-за каких-то других факторов, многие люди уехали, приехали, вот расскажи, есть ли у людей шансы найти себя на новом месте, стать успешными, богатыми, не у себя дома. Это вообще один из самых больших грабальных трендов. Более одного миллиарда человек, один миллиард, в следующие 20 лет поменяет постоянное место жительства. Вот серьезные, большие изменения. 200 миллионов из миллиарда недобровольно. Это сумасшедший тренд вообще, который в мире происходит. Миграция, может быть, самая большая в истории человечества. Во-первых, это очень хорошо для мира единорогов, потому что иммигранты с вероятностью в 4 раза выше, чем люди, которые родились в том месте, где они живут, создают очень крупные компании. Есть такой настрой ума иммигрантов. Они больше работают, больше трудятся, больше на обучение, больше. И они не считают, вот это место тебе ничего не должно. Ты приехал в новое место, у тебя нет никаких врожденных прав. Ты просто стоишь ровно столько, сколько ты делаешь для этого места. И третье, люди, когда по сути приезжает в новое место, они строят новую жизнь. И когда человек построил новую жизнь, он всегда начинает думать, а что еще я могу построить? Это такой успех, это такое доказательство, что ты можешь создать, что это приводит к тому, что иммигранты в 4 раза чаще становится основателями великих компаний. Если посмотришь сейчас вообще космос единорогов, там мигранты просто занимают огромнейшую долю. Поэтому те движения, которые сейчас идут, они создадут огромное количество супер успешных компаний. Это сильные люди, которые делают крутые вещи, их много, и они испытывают стресс, это трудно, это очень трудно. Ты теряешь одновременно все, к чему привык, все, исчезает. новая карта появляется. И поэтому, можно ли построить успешно? Да. Я могу только поделиться, чему нас научили наши родители, дедушки, бабушки. Я этим правилам просто следую, куда бы я ни приезжал. Первое, это место тебе ничего не должно. Просто, ты должен два раза больше стараться, чтобы получить то же самое. Ты должен больше, сделать больше, ценностей создать. пытаюсь вспомнить, как бабушка моя говорила. Надо быть таким человеком, чтобы место от тебя больше зависело, чем ты от места. Вот куда ты бы не попал, ты делаешь это место лучше. Ты создаешь, улучшаешь. Да, как бы, вот, я когда был в университете, я был партий-министр, министр вечеринок. Когда люди спрашивали, где сегодня самая крутая вечеринка. Это как партий-мейкер? Да, я как партий-мейкер был. Когда люди спрашивали, где сегодня самая крутая вечеринка, они просто спрашивали, а где сегодня Оскар? Там, где Оскар, там и будет самая крутая вечеринка. Это просто говорит о том, есть люди, которые едут туда, где самое крутое место, а есть люди, которые создают крутое место. Всегда будут люди, которые переехали, у которых не получилось, всегда будут люди которые переехали заехали в гетто и пытались сохранить то же самое всегда будут люди которые возвращаются все варианты все многообразия всех историй те люди которые ворчали в одном месте они будут сто процентов ворчать новом месте тоже да как бы ты всегда берешь себя собой но если человек настроен в новом месте построить новую жизнь это абсолютно сто процентов тысячу процентов возможно люди которые что-то создают строят которые делают мир лучше они нужны везде их такой дефицит тебя так там ждут если даже не представляешь как тебе ждут везде если ты такой человек мне очень понравилась фраза вот эдем нюмэн который by work построил и за и потерял 19 и 16 или 19 миллиард долларов да как бы у него компания сериал сняли про эту компанию и крэшт самый большой фейл в истории человечества человек потерял почти 20 миллиардов через год он делает новую компанию него инвестирует эндерсон харвит номер один инвестор в мире эндерсон харвит спрашивают как вы можете проинвестировать в этом юмэн он только что потерял он говорит если бы таких амбициозных людей как эдем нюмэн было много тогда я мог бы выбирать но их просто нет их таких людей которые хотят не просто пользоваться миром который просто как потребители потреблять мир их очень мало ты много путешествуешь чувствуешь сейчас какое-то место в мире которая прям вот пульсирует новой энергией но сейчас такие очень пульсирующие места мексика сити но мне нравится вот такие большие города вот такие мега города да соответственно но мне нравится бали бали да мне нравится бали как место мне нравится дубай дубай хорошее место спали такое маленькое место экономика мексика почему интересно просто я говорю что с точки зрения вот инвестиции да я смотрю где очень много происходит соотношение разных факторов до предпринимательская активность максимально высокая создается огромное количество и на пересмотрелся с нее банки мексика сейчас там 50 одновременно строится тинков банков ну ты можете представить какая конкуренция какая активность да вот очень круто когда такой большой рынок до большой рынок развиваешься очень много не удовлетворенных потребностей можно очень много делать поэтому ну нет мир вообще везде индия очень хорошо развивается саудовская арабия очень хорошо развивается сейчас чемпионы в принципе экономическому росту это саудовская арабия индия индия очень хорошо то есть если вот быть таким рисковым и рвануть вот в индию да куда ну не принято доехать можно классно сорвать кужина мексику то есть так куда тоже не каждый рискнет поехать но я всем очень сильно рекомендую сначала выбрать место где ты хочешь жить а потом уже думать какие какой бизнес там metallic жизнь стоит что стоит приоритетом выше чем потому что ну если ты в индии будешь ради бизнеса выдержишь ли ты если тебе не нравится совского ряда если тебе не нравится вот скульптуру все вот это если ты нет если ты не будешь интегрироваться в это место очень важно интегрироваться очень важно если ты смотришься таким и народным телом это всегда не очень хорошо не Как ты думаешь, что бы ты сегодня делал, будь тебе там лет 25, и ты вот... Я бы занимался только искусственным интеллектом. Неважно где. Неважно где. Это единственный шанс за очень короткое время войти в топ. Ну, представляешь себе, да? Мне было сейчас 25 лет, и я бы, например, выбрал рынок журнализма. Как быстро, сколько мне надо времени, чтобы войти в топ-20, или взять, например, недвижимость образа. Представляешь себе, сколько есть людей, которые уже 30-40 лет занимаются недвижимостью. Как быстро ты наработаешь мозг лучшее. Теперь возьмешь искусственный интеллект. Все начинают с одной степени, да? Представляешь, ты можешь сейчас за два года, за два года полностью посвятив себя вот этой новой индустрии, ты можешь, по сути, абсолютно точно быть лучше мужика, в котором 40 лет. У меня нет никакого преимущества, да? Вот придет сейчас молодой предприниматель, он сможет за два года обыграть меня, вот в недвижимости не сможет. В инвестициях венчурных не сможет. Вот просто ноль, запятая ноль шансов. Вот сейчас любой пацан возьмет, скажет, я хочу Оскара обыграть в венчурных инвестициях, не сможет. Слишком много у меня, у меня 20 лет насмотренности, миллион ситуаций, да? Мой мозг натренированный. Ну, представляю, или Месси, как ты можешь обыграть Месси в футболе? Никак, его мозг сформирован на миллион ситуаций. Если бы мне было 25 лет, я бы точно сейчас пошел на фронтир, там, где сейчас самые быстрые изменения, где... Только по этой причине, не потому что это большой рынок или что-то, а потому что там можно войти в топ и быть лучшим... Вот я сейчас искал лучшего человека по искусственному интеллекту, типа, кто самый крутой? Вот мне нужен самый крутой. И нашел в Казахстане парня, ему, по-моему, 23 года. Вот все стрелки свелись на него. Как его зовут? Это секрет. Он уже где-то у тебя там, где-то у тебя там на золотых цепях? Нет, я думаю, я не смогу его удержать, он слишком талантлив. То есть ты горишь сейчас тем искусственным интеллектом? Нет, я говорю, ты задал вопрос, чем бы я занимался, если бы мне было 25 лет, но мне не 25 лет, мне сейчас 41 год, и у меня вот, я играю в свою игру, я сейчас бизнес-ангел, и я вот в мировом рынке, вот, я занимаюсь только этим. Я занимаюсь охотой за единорогами. Сид инвестиции, поздние стадии, ну, в основном сид инвестиции в инновационные компании. Искусственный интеллект сейчас доминирует, но в нем очень трудно найти возможности, потому что высокие оценки. Вот эти 23-летние пацаны, они считают, что их компания стоит 200 миллионов долларов. Три дня после того, как они открыли юрлицо. Я читал, что 14, кажется, компаний, которые... Да, из сид стадии. 14 компаний, где я был ранний инвестор, которые вышли за миллиард долларов капитализации. Думаешь, прибавится это число? Да, прибавится 100%. Я сейчас большой портфель добавил. Компании 30, это на поздней стадии. Это уже единороги. Там, образно говоря, гипотез в том, что самые крупные компании становятся еще крупнее. Да, соответственно, я ставлю на то, что единороги, они станут декорогами, хекторогами. Да, там, соответственно, сейчас появляются компании 2 триллиона, 3 триллиона, будет 10, скоро будет первая 10-ти триллионная компания. Представляешь, вот это в 10 тысяч раз больше, чем единорог. В 10 тысяч, да? Кстати, один NVIDIA, который сейчас взлетел на чипах, он стоит больше, чем все единороги мира вместе взяты. Одна компания. Получается, мы идем, образно говоря, к сингулярности. Меньше и меньше и меньше компаний забирают всю прибыль мира. Вот это факт. NASDAQ на самой высокой отметке в истории за счет 6 компаний, которые это все, все остальные компании, они там не выросли. Но это моя ставка. Я ставлю на то, что крупные компании будут аккумулировать власть очень сильно за счет marketplace эффекта. Ну и в России тоже, да, Wildberries в этом году будет больше 3 триллионов. Расскажи про несколько компаний, в которые ты проинвестировал, в которые особенно веришь. В развитых рынках есть огромная проблема, что компании закрываются, успешные, потому что просто некому продать, некому передать. И эти компании должны переходить к сотрудникам. И вот мы создали платформу сейчас, которая выкупает владельцев компании, и в течение 15 лет все владение компании переходит на сотрудников этой компании. Такие, это будут компании будущего, которые принадлежат штату, которая там работает. Как это называется? Этернити. Этернити. Я думаю, что это в Японии будет очень хорошо работать, это будет очень хорошо работать. Вот в таких старых экономиках, где возраст растет, где детей мало, Корея, 100% будет хорошо работать. Вот такая бизнес-модель. Это вот прям самое свежее, свежее, то, что я прям буквально влюбился в эту бизнес-модель. С точки зрения поздних стадий, то, что мне нравится, я купил долю в Дискорде, но Дискорд это за счет того, что это, ну и социальная сеть, но там происходит… Геймерская. Да, да. Но там происходит очень много развития по искусственному интеллекту. Майнджерни на Дискорде работает и все эти. Что еще? Но вот, кстати, тоже мы обсуждали этические нормы. Я взял долю Vitoro, это самый большой трейдинг акциями в Европе. Знаешь, такое? Ну это как трейдер, да, где можно покупать, продавать публичные акции. Вот там они работают как раз с трейдерами, которые много делают транзакции, много покупают. И то, что меня заставило вложиться в эту компанию, вот конкретно, я бы сомневался, я думал, может быть, они слишком большие комиссии берут, люди там на самом деле просто сливают свои деньги как в казино, потому что многие эти онлайн-трейдеры, они как казино практически, они просто превращают за счет там бинарных опционов торговлю акциями в казино, да, это не настоящая инвестиция. Но потом, когда фаундер мне сделал презентацию, я увидел, вот там есть такая функция копировать сделки топ-трейдеров. Какой-то трейдер хорошо торгует и можешь копировать все его сделки. И он показывает данные за 10 лет. Он не показывает данные прошлого года или там хорошего года, скрывает плохие. И вот сколько данных есть, он все показывает. И вот когда я увидел это, вот эту открытость, я сказал, все продано, потому что это вот это честность. Ты показываешь все как есть, все данные больше ты сделать не можешь. Дальше человек сам делает свои выборы. Ну вот, что еще из таких exciting, exciting компаний? Ну, мира. Ты проинвестировал в мир? Да. Ну давай для наших зрителей. Ну, мира это доска, да, whiteboard, который завоевал весь мир, где сейчас это как, сейчас это превращается как внешний мозг. У тебя просто столько там информации хранится, и люди столько там всего делают, что это, ну как бы, это очень-очень успешная компания. Кстати, из России компания, да, которая стоит больше 10 миллиардов долларов из маленького города России. Ну вот так потихоньку двигаемся, потихоньку. Ну много хороших компаний, которые неизвестны, никто их не знает. Например, Типальти, такой invoice management, да, как бы управление счетами, которые ты платишь, которые должны... ну неинтересный такой, не секси бизнес, да. Но я увидел, что Amazon использует их технологии. То есть самая технологичная компания в мире использует вот эту технологию для управления своими счетами. Ну это просто это... представляешь себе, на каком уровне должен быть продукт, что даже Amazon использует твой продукт. Вот такие вещи меня очень, ну вот мне нравится. Чего тебе хочется? Денег заработать или поучаствовать в чем-то таком фундаментальном? Да, да. Я думаю, это для меня как путешествие. Для меня это как... вот можно забронировать на путешествие куда-то, да, там, на Арктику съездить, а можно прожить 10 лет. Я инвестирую в долгую... у меня сейчас в среднем, я акционер всех компаний там в среднем 7 лет, да, потому что просто я начал не так давно. И это по сути ты... ты чувствуешь себя живым, ты чувствуешь себя интегрированным в мир. Тебе не надо читать новости, потому что ты можешь просто смотреть на свой портфель, ты можешь смотреть на отчеты своих компаний, и ты видишь... Красненькое, зелененькое. Красненькое, зелененькое. Нет, они намного интересны. Купить, продать, да? Нет, 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 эти отчеты же намного интереснее. Там люди пишут, какие они делают. Это со-переживания, это видишь, когда ты как предприниматель, насколько ты сможешь построить за жизнь. Вот своими руками. Ну, мне кажется, несколько компаний максимум. Все. Все. Максимум. Ну, две-три больших историй. Ну, это, скорее всего, одну хорошую. Да, обычно после одной люди уже все, у них уже, они думают только еще раз 20 лет это делать, и такие, нет. Сколько ты уже не занимаешься операционкой? С 2019-го, 20-го года. То есть ты уже 5 лет, вот, целыми днями изучаешь рынок, думаешь, куда инвестировать, сидишь за этими компаниями? Да, но я, наверное, за эти 5 лет провел одну тысячу советов директоров. Соответственно, я везде в советах директоров, где мы смотрим, там, в основном они квартально происходят, там. А нет конфликта интересов, что ты на всех советах директоров? Нет, это же огромное преимущество, да. А где ты, вот из российских компаний, в каких ты сейчас советах директоров? Я в самолете, да, да. И это все пока. У меня в основном в советах директоров своих компаний, где я акционер. В самолете я независимый директор, это другое, да. Как адвайзер такой. Ну, я пообещал, я пообещал своей супруге, что пока наши дети не выйдут из дома, я не буду занимать позицию генерального директора. Ну, как только наши дети выйдут из дома. Ну, станут совершеннолетними, да? Я сразу же войду в аппарационку, сразу же. Ну, я все равно в аппарационке, да, я в аппарационке своей жизни. Сейчас я занимаюсь, ну, я пытаюсь, мой главный проект – это жизнь. У меня сейчас есть возможность спортом заниматься, детьми заниматься. Я очень ценю, потому что я супруге пообещал, что я хочу прожить полноценную роль отца. Потому что в бизнесе можно заниматься. Вот ты видишь, да, Воррен Баффет, сколько мой, у него Чарли Мунгер сейчас умер в 98 лет. Он начал инвестировать там в 12 лет, он просто 90 лет, он был инвестором, 90 лет. То, что для футболистов 20-27 лет, для инвестора это 40-70 лет. Вот 40-70 лет, ты как бы вообще, это прайм-тайм, это твой пик. И потом все остальное. Это количество лет в игре. Я просто оптимизирую, я каждый день думаю, как оптимизировать, чтобы я был в игре, вот в этой игре, в которой я играю, я должен быть в ней еще 50 лет. Вот тогда у нас будет крутое интервью. Вот тогда будет просто пушка. Сколько у тебя сейчас портфель? 75 компаний. А стоит портфельчик? Больше 100 точно. Больше 100 миллионов? Подожди, ты же сказал, надо прийти к 100 миллионам. Нет, это новый, это только поздний стадий. Это новый портфель, только в поздних стадиях. И ты можешь прямо сейчас их продать и получить 100 миллионов наличкой? Нет, я вот в поздних стадиях еще не собрал. Но вот в частном рынке ты ничего не можешь просто так продать. Если сейчас продам, я думаю, получу в два раза меньше. Если прямо вот вопрос, как быстро, как резко. Ты всегда можешь продать, вопрос от условий зависит. Я видишь, я продал акцию «Зона» очень удачно, удачно, прям два года до IPO. До сих пор как-то у тебя этот, я не знаю, шрам или что, я не знаю, как это называется, чувство упущенной выгоды, это называется или что? Это было глупо, да, это есть такое, да. Ну нельзя это было предсказать, слушай. Или можно было? Нельзя. Что «Зон» так вырасти? Нельзя. Он даже за последний год еще вырос, там, они, по-моему, с «Вайлдберрис» почти сравнялись за последний год. Хотя еще два года назад казалось, что «Вайлдберрис» прямо на 20 шагу впереди. Да, сейчас 350 миллионов посещений в месяц. Это представляет. Если бы кто-то мне сказал, что это случится, я бы посчитал его сумасшедшим. А я был инсайдер, я прям очень много знал про это. Терпение надо просто, нельзя, сейчас нельзя продавать, сейчас надо только покупать. О чем-нибудь хорошем поговорим. Давай. Как ты съездил в Антарктиду? Вот расскажи, ты побывал в зерном шаре, вот прям вот внизу. Детские мечты надо, это единороги жизни. Вот мы поговорили про единорогов бизнеса, намного интереснее. Что потом с этим делать? Единороги жизни. Единороги жизни – это такие опыты, которые ты никогда до конца жизни не забудешь. Вот мы с тобой в конце жизни будем сидеть, надеюсь, ты будешь у меня брать интервью после 50 лет инвестиций. И я смогу тебе из головы рассказать истории своей жизни, которые я никогда не забуду. Вот я за ними так же гоняюсь, как за бизнес с единорогами. С такой же страстью, там много времени тратит, думаю, постоянно пытаюсь придумать, что можно сделать, чтобы вот испытывать вот такие. Охотиться за северным сиянием, с сыном. Вот недавно съехал с ледника, мы поставили дочку на лыжи, и нас забросили на самый большой ледник Европы. И мы шесть часов мы спускались с дочкой по леднику. Там мы или только мы, никого не было, кроме нас. Это было что-то невероятное. Я себе треснул ребро, моя дочка, все супер. Это было такое приключение классное. Антарктида, каждый ребенок смотрит на глобус. Помнишь, у нас раньше у всех был глобус. Это был, когда не было еще интернета. Ну и сейчас в каждом комбинете географии есть глобус. Да, плюс вот эти книжки, да, мы их листали, листали. Если ты смотришь на глобус, у тебя автоматически появляются главные точки. Самая высокая точка мира – это Эверест. Северный полюс, Южный полюс. Это как бы автоматически, когда ты рассматриваешь и мечтаешь, где ты хотел бы быть в жизни. И у тебя появляются вот эти картинки в голове в детстве. Вот у меня появилась Антарктида. Я себе вот как-то это представил. И когда ты туда приезжаешь, эта картинка 100% схлопывается. Но вот просто там ровно так, как я думал. Один в один. Просто там очень много китов, очень много, невероятно много пингвинов. Я не знаю, каким чудом они. Я не знаю, что в них есть, что они эволюционно так сильно выиграли. Но вот они же выглядят очень… Сразу неуклюжие. Ну, видимо, у них какая-то есть фишка эволюционная. Они очень семейные. Ну, да, может быть в этом. Действительно они лояльные, ждут до трех месяцев. Если за три месяца не вернутся партнеры, они уже другого выбирают. Но неплохо. Мне кажется, не все люди столько ждут. Но, в общем, это просто, когда ты исполняешь свои детские мечты, это пиковые эмоции, пик переживания, пик всего. У меня Эворест неисполненная мечта. Помнишь, я Эворестинг делал внутри города, я поднялся в 8008. Но это не то, да? Я пытался приблизиться хотя бы. Конечно, хочется. Хочется, серьезно? Да, но пешком заходить уже не хочется. Как ты сегодня принимаешь решение, когда нет какого-то горизонта планирования? Вот у тебя, мне нравится цитата твоя, что у тебя даже секс запланирован. Потому что если после сорока не планирует секс, его вообще тебе не будет. Да, вы ждали вдохновения, да. Как это? Интуиция или что-то? Смотри, у тебя есть запланирование, но планы сталкиваются с реальностью. Здесь ты должен, вот сейчас ты намного больше, раньше ты пытался починить себе мир, сейчас ты больше пытаешься соединить вот эти две вещи, да. Но это не значит, что календарь отменяется. Календарь это все равно самый главный инструмент управления жизнью. Каждые три месяца смотрю на долгосрочный календарь. У меня есть долгосрочный календарь. Это сколько времени? Но это типа до 100 лет. Вот просто вся моя жизнь. Вся моя жизнь. Ничего себе. Да, и у меня, ну как бы, ну нужно... То есть ты уже запланировал там наш интервью через 20 лет? Да, вот я поставлю, кстати. Через 50 лет. Через 50 лет. Но если ты берешь, вот смотришь долгосрочный календарь, ты там можешь видеть такие вещи, например. Когда твои дети выезжают из дома, да, ты там видишь какие-то ключевые даты, ты видишь своих родителей, да, ты думаешь, ну вот, если, например, родители, может быть, невозможно загадать, но, может быть, вот здесь тоже уйдут из этого мира. Ты видишь, о, осталось вот только вот это, да, как бы у тебя меняется приоритет. У тебя меняется... Ты не можешь жить, как живется. Если ты живешь, если будешь жить, как живется, ты наделаешь все ошибки. Все ошибки мира. Поэтому у меня... Вот у меня есть, смотри, мое планирование, я тебе говорил, я бизнес-ангел. До этого момента, когда выезжают дети. Потом я хочу построить еще... Нет ничего, что делает человека более счастливым, чем когда ты своими руками делаешь что-то, что радует других людей, делаешь какой-то проект, у тебя цель, большая миссия, ты находишься внутри этой миссии. А потом я хочу строить университет. Уже после еще вот одного спринта я хочу уже больше всего времени, основную часть времени, хочу тратить на образовательные программы. Ты себе рисовал это в голове? Это какой-то диджитал университет? Нет, нет, точно не знаю. Раньше делал здание, туда сажал умных людей, и это все модель, она будет на спаде. У нас все сейчас поменяется, будет возможности, симуляторы будут, где можно очень много делать, будет очень много. Для меня сообщество важнее, чем здание, поэтому я иду в модель сообщества. Ты ставишь перед собой челленджи. Сейчас перед тобой есть какие-то челленджи? Да, у меня каждый день в календаре, каждый день заканчивается. У меня первая цифра 11.1, я пытаюсь 100 метров пробежать за 11 секунд, это уровень КМС, на 100 метровку, и у меня это вообще не получается. Потому что мое тело не выдерживает, у меня постоянно воспаляется что-то, ахилл, колено, постоянно. Ну, в общем, нагрузка огромная. Я в стадионе единственный мужик 40 лет плюс. Я чувствую себя как 50-летний на дискотеке. Чак Норрис? Я чувствую себя точно не как Чак Норрис. Это прям челлендж, это прям челлендж. Я пытаюсь так сидеть, я так люблю бегать, я так люблю спринт. Я каждый раз, когда спринтую, вот сейчас мы с тобой сидим, у меня хилл там пульсирует, потому что я утром дал 4 раза 200. Это первый челлендж. Второй челлендж, я пытаюсь собрать портфель 100 миллионов долларов плюс уже зрелых единорогов, которые, вот то, что мы обсудили, что это большой очень челлендж. Это частный рынок, в нем нужно реально добывать. Это не просто ты там пошел, это надо прям добиваться очень сильно. Это требует очень большого внимания. И третий у меня челлендж, это выбрать какую-нибудь неделю этого года и ничего не делать. Вот у меня такой челлендж. Попробовать одну неделю, ничего не делать. Ну ты говорил, что у тебя бывает месяц такой в один году. А, один месяц, но это один месяц, где я приоритизирую счастье. Но когда я приоритизирую счастье, я занимаюсь серфингом, когда очень много делаю, я все равно очень-очень активный. Просто лежать? Ходить, типа того? Да, просто. Книга-челлендж. Я выпускаю новую книгу, на английском языке я написал книгу. Она 14 мая выходит. И на русском языке. Да не перевод, это две разные книги. У тебя есть какая-то песня? Да. Советы? Моя первая песня называется «Боль». В стиле Рамштайна такая «Боль». Ну типа там. Духа, смеешь. Боль. Когда я бегаю в стадионе четыре раза двести по утрам, спринт, у меня в голове играет эта песня. Вот это лактатное отравление, боль, надо терпеть боль. Болезнь твоя как? Радзин. Нормально. Нормально. Примись. Примись. Пока я бегаю, все хорошо. Ставим лайки, комментарии пишем, а мы ставим рамштайна. И напишите, пожалуйста, в комментариях, каких единорогов жизни вы нашли. Я очень... Самое главное – это креативность. Что мы умеем придумывать? Какие яркие моменты были в вашей жизни, которые вы никогда до конца жизни больше не забудете? Редактор субтитров А.Семкин